кабан всем привет ребята с вами дядя Володя Страшный и я только что приехал с заправки сейчас заправлю данную технику этих двух монстров это ИШ планета там скажем двигатель 56 цилиндром от тройки 6 вольтовое зажигание собран там на всей херне чего было из чего было все болтается все гремит свистит вот сейчас мы его будем пытаться возбудить ну сейчас где-то минус 8 и ямасаки он был 50 кубовым 4 такник сейчас стоит поршневая на 72 кубика 72 ну и вот его тоже будем запускать у мороз и в этот прекрасный день в день рождества праздником вас привет ну и немножко будем разговаривать о том что как и почему как правильно запустить я решаю для себя может быть вы воспользуетесь моими методами может быть наоборот увидев мои методы воспользуйтесь моими ошибками и увиденными моих методах и будете уже запускать свою технику совсем иначе поэтому приятного просмотра давайте вот так что ищет он в краю далеком вася что вы тут делаете дорогой мой кот вы желаете присесть в коляску не стесняйтесь занимайте место пассажира в люльке этим временем расскажу анекдот значит идут два мужика по трассе голосуют тут из кустов без кустов опа из кустов мужик с рулем с камазовским выскакивает чё это да и подъехать хотим ну садитесь довезу и ты чё прикалывайся дебил куда садитесь ты с рулем пистолет достает в кузов садитесь нахер будьте сзади стали и побежали за ним он бежит она не пробежали там сколько-то устали на впереди пост дпс но не по обочине бежали короче мужик останавливается короче там пост впереди дпс вы короче прямо через пост херачьте а я ведь по кукурузе объеду и там запасном встретимся дальше поедем вместе ну кукурузу там свернул побежал с рулем с камазовским руках на эти два мужика перекрестили слава богу бляха дебил от этого избавились на пост заходят менту говорят слышь там это самое нам дебил угрожал это самое пистолетом заставил бежать за ним сам он сказал с камазовским рулем это делом дойдем туда вот в кукурузное поле свернулся сам должен выскочить за постом вот мент такой раз недолго думаю хватает руль от мотоцикла ведь охерели вы садитесь короче один сзади второй коляску и давайте побыстрее сзади один за ментом пристроился один сбоку справа побежали мент с рулем с этим мотоцикла бегут забегают в кукурузное поле ну типа того ловить психа этот бежит справа на него этот мент говорит хера ты это присаживайся в коляске стоя нельзя в приседку бежит по кукурузе кукуруза по морде холдапает этому говорит который сзади бежит блять лучше бы в камазе ехали не смешно наводим масло с бензином это мы делаем смесь для нашей планеты топливную смесь для нашей планеты значит что нужно взять тару в которую мы будем это все наливать масло двухтактное вот такое но знаете что обычно у меня есть такой вопрос от вас какое масло использую масло использую такое оно мне очень нравится это двухтактное масло для двухтактных двигателей которая сбавляется с бензином стоит она 130 140 рублей литруха бывает также масло серый такой упаковки она пол синтетик это минералка ну и чё нужно мерный стакан разводим 125 но я про себя говорю 11 5 одна часть масла 25 частей бензина не трудно сосчитать что на один на одну часть бензина нужно значит 004 части масла правильно то есть на 1 литр бензина 40 миллилитров масла вот значит вот здесь в этой баклажке 120 миллилитров вот по плечике то есть и по плечике наливаю это мне не не труда определить что 4 же 3 12 120 это значит на 3 литра бензина но кто учился в школе тот поймет а кто не поймет тут извините вы дебил дебил сука и не надо на это обижаться на правду нельзя обижаться ну сегодня я буду наладить вот это масло такое он тоже дешевая такой же цене продается везде часто она продается в канистрах уже с мерным стаканом в которой выдавливаете дозируете количество масла ну с дозатором сказать такое она густое прямо она очень густое аккуратненько все закрываем ставим на место не мешалась не болталась не мешалось все на месте берем по плечике налитая на 3 литра вот так вот поворачиваем начинаем лить видим что она очень густое вот так будет стоять и сливаться обязательно нужно правильно сдозировать количество бензина поэтому канистрочка в которую вы будете делать эту дозировку она тоже должна иметь но метки размечена по количеством литров то есть нам нужно будет налить 3 литра бензина что собственно сейчас я сделаю и покажу вам ну вот так с учетом что канистра сужена видите от холода она была закрыта и от холода сузилась то есть если она растопырится будет 3 литра плюс там залито 120 миллилитров масла то есть общей сложности 3 литра 120 миллилитров должно быть получиться так желательно что посудина это было немножко большего объема чем вы наводите топлива для того чтобы было место место для того чтобы сболтать болтаете очень тщательно перемешивайте потому что когда холодно масло густое и она перемешивается не так легко так в теплое время теплое время теплое время теплое время года или не года или как просто за тепло ко мне приехали биби делает вольво сейчас будем заливать в бензобак и так транспорт заправлен бензином за одно я надел мне гриппсы несмотря на мороз мне это сделать удалось я принес из дома горячей воды валил на резинке они стали немножко мягче и благополучно все оделась не понимаю тех людей которые 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 одевая резинки и когда у них не получается они тупо обрезают эти конты внутренние и приклеивают их я таких людей встречал респект и уважуха и сюда тоже влил бензина достаточно много потому что этот аппарат у нас ходовой я его использую чуть ли не каждый день ну вы этого не видите конечно так я езжу на нем магазин туда-сюда по всем делам своим хозяйственным ну что с какого начнем запуск с какого пишите комментарии ну что начинаем запуск начнем с него я так почитал комментарии что вы решили что с него надо я поставил аккумулятор 6 вольтовый ну и единственное условие что аккумулятор должен быть заряженным и естественно проверяем что у нас ярко горит лампа это означает что он заряжен но несмотря на то что я его не заряжал открываем бензин и начинаем подсасывать кстати краник не держит и за время пока этот грязный гарри стоял у меня стоял с него с бака вытекла около двух литров бензина видим что вот с маслом там пошло так что нужно для того чтобы мороз запустить двухтактный двигатель но на примере вот планеты нужно чтоб смесь была как можно богаче богаче это меньше воздуха а больше топлива поэтому применение обогатителя обязательно без обогатителя запустить практически невозможно в инструкции лишь 49 написано даже для того чтобы запускать необходимо вот сюда вот в это отверстие компрессора с помощью специального шприца налить топливо топлива это бензин с маслом разведенный вот сюда подвести цилиндр поршень верхнюю мертвую точку потом еще раз налить и короче тогда уже запускать то есть тем самым вы наполняете уже цпг топливом остается произойти вспышки искры и все заработает но мы это делать не будем у нас не экстремальные какие-то температуры всего лишь было минус 10 час минус 8 я смотрел так что открыли бензин подкачали включили обогатитель я еще использую не компрессор продуваю систему желательно на открытый газ но у меня видите сбрасывается со мной не успеет подкачивайте еще раз до появления течи все подкачали теперь включаем зажигание и пытаемся запустить поверьте мотор вообще не звенит на камеру может быть и слышен зон но он не звенит поработать он должен где-то секунд 30 40 и чтобы свеча не залилась нужно будет убрать обогащение правый глушитель у меня забит вообще поэтому вот такой напляк сейчас прогреем и приступим к тому к тому моему любимому мопеду ямасаки открылась крышка курва курва ладно все вы видели все в реалии все нормально ухты небо я зацепился как и уж как и уж он наделся все приступаем к этому и так мы увидели как запускается древний аппарат очень древний очень древний аппарат он собран из говна и палок теперь мы смотрим как запускается тоже древний он давночный ему лет тоже под десяток но не тоже просто десяток китайский аппарат как я сказала ранее 72 кубика аккумулятор здесь не стоит в общем здесь ничего не стоит открываем бензин хотя здесь краник и не держит подсоса здесь естественно нету для того чтобы подкачать бензин в карбюратор вот это вот обогащение вот так полностью заслонка закрыта воздушная практически там одно отверстие остается вот так вот на закрытой заслонки холодное время я завожу включаем зажигание естественно здесь ничего не загорается вследствие отсутствие аккумулятора откидываем откидываем фиг стартер проверяем что не примерзла трассовое сообщение органов управления и органов которыми эти органы управляют и начинаем на протяжении маленького промежутка времени он так поработает потом он может заглохнуть потому потому что у нас полностью закрыт закрыта воздушные 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 трассы нужно будет немножко ее открывать ну естественно масло там густое газовать не надо газовать вообще не надо ну вы видели как запускается китайская техника и писать что китай говно ну можете конечно это ваше право есть же люди которые мучились всю жизнь с ними с этими мучились с этими мучаются я их называю мученики но я думаю что вся причина в том что эти люди мучаются в их майне всем спасибо всем пока спасибо что спасибо ач